У эфира программа «Новина региона» у студии Алена Милишанкова. Витаю вас сегодня у выпуску. Вы торгуете арбузами в разрезанном виде? Нет. А почему? Какие наступствуют, то есть на бытеры изанных бахшавых, выники лабораторных досвидов у нашем выпуску. Свой хоккейный клуб створает у Бобруйску. Узгадывать любимые версии белорусских аутеров теперь можно на махилевских стенах. Глядите на уластные вочи. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел республиканскую селекторную нараду по пытаниях уборки урожая. У ее и примали удел керунники у всех областей. Как отзначил подчас нарады старшиня Могилевского Аблаканкама Владимир Доманевский, в области селета плануется брать 1 миллион 100 тысяч тонн сборжа. А это больше леташнего. У целым хлеборобам региона представить в этом сезоне обмолотить сборжевое и зернебобовое на площадь 348 тысяч гектаров. Каб выконать эту задачу, что дня под шажнева на палетке могут выходить 1320 комбайнов. Мы принимаем меры для оказания помощи сельскохозяйственным организациям, имеющим высокую нагрузку на комбайны. И предусмотрена переброска как внутрирайонов, так и за счет переброски комбайнов с южных районов к северу. Надо отметить, что согревание идет неравно. В южной части области мы уже активно ведем массовую уборку. Что касается северных районов, то только подступаются к ней. И сегодня практически все районы уже приступили к уборке. Но где-то к выходным мы уже пойдем более высокими темпами за счет северных районов. До Жнева приступили усі районы Могилевской области. По информации на Другое Жневня, у регионе убраны 10 тысяч гектаров. Альбо Крыхуболи за 3% посевных площадь. У лидерах Жнева – паудневые районы Кировский, Бобруський и Славгородский. Не глядячи на тое, что уборочная кампания селета почалась позднее на два тыдни, урожай хлеба на полях оценивается як достойный. Урожайность на этот час больше за 32 центнеры с гектара. Удельники областного обраду Зажинки у Могилевским району спадяются на селетнее Доброе Жнево. Ивашки Каравай. Житый житёг – это слово с одним коренем в белорусской мове. Тому обрад Зажинок – один из самых важных у житии и працы селян. Жнево! Завсюди прихожая свята! Областное свято Зажинки на початок массового жнева у Могилевской области прошло на поле открытых акционерного товариства «Палыковичи» поблизу Могилева. А зимы Тротикалина им будут убирать два экипажа комбайна. Ну, я думаю, если погода не помешает нам, ну, я думаю, что не помешает. Должны быстро справиться. Ну, все настроены только на победу. Комбайны исправные, погода позволяет. Ну, надеемся, что дождей не будет, в срок уберём. Урожай в этом году хороший. Так что надеемся на технику, на самих себя. Ну, и самое главное – погода. Механизаторы и их молодые помощники-студенты распочинают же него с добрым настроем. С надеей на хлеб и, конечно, заробок. Уборочная кампания у нас начинается, как и всегда, в приподненном настроении. Люди знают, за что они работают, что они заработают. Хлеба выросли неплохие, урожай стоит хороший. Надеемся, в максимально сжатые сроки его убрать. Соответственно, получить результат, который нам позволит минимум год получать эффективные результаты нашего производства. На зажинки запросили старшини райвы Конкама у региона и керовництва Макилевской области. Сам стародавний брат, вельми прыгожи. У им брали удел и сталые жанчины, які у молодости еще жали жито сярпами. Конечно, часины змянились. На полях працуя могутная техника, але пожадания хлеборубам застались ранейшие. Я желаю крепко здоровья им, чтоб побольше работали и чтоб помяшку денег заробили. Это такая работа тяжелая. За добрую працу на жниве и агувыник сказали на зажинках доброе слово усе. Старшиня Махилевская область Конкама завернулся с пожаданиями убрать хлеб с палев худко и якосно. А вот для плана уж него на Махилевшине протягнется 20 дн. И все ж таки теперь самое головное для удалых сбору ураджаю гэта на дворье. Хлеб вырос, механизаторы знают, как делать дело. Сейчас только надо Божья помощь, а все остальное уверенно сделают. Илона Иванова, Александр Тарасов, Новины региона. Жнивень – сезон продажу бахчавых, однак только при выконании правил реализации и заховании кавуны и дыни приносят корысть. Наша здымочная группа по выниках лабораторных доследов переконалася, что набытье разрезанного кавуна и дыни может таять у себя неприемные сюрпризы. Усе подривязности в наступном материале. Сезон продажу кавунов и дынь у разгары, а медики и санитарные службы уже на паготове. Бо при порушении правил реализации бахчавых разом с порцией витаминов можно отримать неприемные наступства. Это всегда бурное развитие инфекции. Заболевание развивается по типу пищевой токсикоинфекции. То есть может быть многократная рвота. Даже не обязательно может быть жидкий стул, но всегда это боли в животе, очень высокая температура, выраженные симптомы интоксикации. А лечесть, о ком люди у Сурьез не успремают таких попередживанню. Каб аргументы были больше наглядными, мы вырешили провести дослед. Купили два кавуны, один целый, другие разрезаны. У лаборатории с кожного взяли пробы на микрофлору и наявность кишечной палажки. Исследованный арбуз разрезанный, результат, значит, половинка арбуза разрезанного дает рост, соответственно, микрофлоры. На чашке, где исследован целый арбуз, мякоть именно исследована, роста микрофлоры не имеется. Что говорит о качестве арбуза, вымотого. Выник напрашивается один, куплять только целые кавуны и дыни. И обовязково перед уживанием их добро вымывать, каб у вынику не пришлось извертаться до медиков. Наша сдымышная группа разом с санэпидемиологами проехалась и по мини-рынках Могилёва, каб поглядеть, те выконываются правила реализации. Вы торгуете арбузами в разрезанном виде? Нет. А почему? Ну, потому что проходили санитарный минимум и нам говорили, объясняли, что нельзя торговать резать арбузы, дыни по саннормам, потому что, ну, пыль, мы стоим возле дороги. После наведывания рынка мы пришли до весновы, что большинство гандляров притрымливаются санитарных правила реализации бахчавых. Это означают и специалисты. Хотя, что год у среднем до 200 гандляров бахчавыми отрымливают в предписании эти штрафы за порушения названных правилов. По законодательству предусмотрен штраф за данное нарушение до 30 базовых на физическое лицо, до 200 базовых на индивидуального предпринимателя и до 500 базовых на юридическое лицо. Про то, что покупникам треба и самим быть больше потребовальными до умов реализации продукта и его якости, свечать в дымке небояковых могилючан. Что называется, без комментариев. Памятайте, что у первой червы от нас залежит наше здоровье. Алена Соловьева, Алена Милюшчанкова, Новины Региона. У Бавруйска формируют склад свою хоккейной команды, а первого вересня на базе в училище Олимпийского резерву повинна запрацевать хоккейная школа по дробязности у наших бавруйских корреспондентов. Зараз на Бавруйском лёдзе вымпел из Москвы. Гэта российская команда в городе на Берзине у Першиню. За тыдень хоккейсты поспели оценить и арену и гостиность культурной столицы Беларуси. Ледовая арена очень хорошая. Рядом с ледовой ареной спорта на площадке. Два. Ну и сама природа. Речки у вас красивые. Побегать, езди, горки. В импелу яшиня мае года. Али юные спортсмены поспели показать достойный выник на першинстве Москвы. Центральный нападающий девятигодовый Илья Моисеев марить про хоккейную карьеру. Из шести годов Актуна тренируется. Как проходит ваш сборочный день в Бобруйске с утра? Зарядка час. Потом у нас идет завтрак. Потом у нас лед часик. Потом опять УФП час. Потом мы идем обедать. Тихий час. УФП час. И ужин. И свободное время. Про то, и чем Бобруйская ледовая арена одрознивается от московской, рассказывая право нападающего импела Слава Зверов. Большая арена. Лед хороший. Правда, мне что удивило, в Москве тут какие-то странные маленькие ворота есть. И странно, что удивило. Вратарь заезжает, там есть место, а раз, и этого места немного. Ну и здесь места немного, да? Да, и трибун больше. В ходках этой трибуны заполнить болельщики новой команды. У Бобруйска створен свой хоккейный клуб. Символ Бобр назва Бобруйс. Уже сформированный тренерский склад, проводит отбор игроков. А кроме Бобруйчан, на новой команде будут играть юнаки из Могилева, Гродно, Минска, Новополоцка и Гомеля. Восемь человек. Практически можно сказать, что с ними будет подписан контракт. с первого сентября учащимися училища Олимпийского резерва отделения хоккея и будут непосредственно участниками команды. И будут заявлены в предстоящем сезоне в составе нового клуба. Обязают не стратить и переемность поколений. На базе в училище Олимпийского резерва 1 веросяня пошли працавать хоккейная школа. Ангелина Дикун, Константин Шауцов, новины региона с Бобруйска. Назад у ССССР. Доброчинная ретро пройшла у одним из могилевских дворов на улице Ленинской. Ее идейный натхняльник и организатор, журналист и литератор Яуген Булава. Старые сябры и однодумцы поколения 70-х собрались разом, как вспомнить молодость и снова выполнить старые шляхеры. Импровизированный концерт пройшел поддержку людей с обмежеванными махчимостями. Старое фото партриотипроводиру Всесвестного пролетариату виниловой пластинки. Звычайный могилевский двор на певный час перетворился в советский куток. Для долгочаканной встречи старые сябры 70-ники его обрали невипадково. Вот этот кусочек Советского Союза, который нашел свое проявление во дворе, в котором находится квартира нашего друга Алика Кузькина, музыка которого объединяла всех нас. Сегодня Алик Кузькин живет в США, а у его квартиры разместилось городское товариство инвалидов. Могилевские музыканты, имена яких 40-х годов тому ведал весь город, поднимали людей с обмежеванными махчимостями творча и финансова. На этих замужницах я написал заклятие. Все работаем на общественных началах и стараемся вот такими волонтерами, вот такими мероприятиями скрасить людей, которые долго сидят дома, которым скучно дома. И, ну, вы сами понимаете, что такое четыре стены, а здесь простор, солнце, шарики. 70-е минулых астагодзе называют «золотым часом СССР». Для сёняшних поколений это история, для удельников вечары ным життё. Кожный из них пашёл своим шляхом, однако помеж старыми сябрами засталася вечная совесть, музыка и 70-е минулых астагодзе. Ирына Бородзеловская, Виталь Аляксейнка, Новина региона. А у Шклови рыхтуется до свята Агурка, якой отбудется у районным центры 12-го жнивня. И оно стало шкловской традицией и сё лето пройдя уже 11-й раз. Пачаток свята ля шкловской славутости скульптуры Агурка. Театрализованное представление будзе просвечено на гэты Гароднене, якая популярна при намси у шкловских господаров и у вугуля на Могилевшине. У шклов таксама запросили гостей з Московской и Чарниховской областей, дзе таксама шануюця гурки и робят свои святы. Пасля площадзе протягнется у шкловским городским парку, тембой, што сё лето означается 115 годов с часу ягу закладки. Тут на святе Агурка будзють тематычные пляцовки и рамесникам и вынаходникам и гандляру и кулинарам. Асобая увага да агурков и смачных мясцовых рецептов. Самые вопытные госпады не проведут мастер-классы по прагатаванні страу з агурками и дегустацией. На приканцы святы Агурка гостей чакая концертная программа белорусской эстрады. У нас объявлены конкурс на лучшую эмблему. У нас будет конкурс на лучший там и агурец самый большой и фото с самым большим огурцом. У нас будут и самоделкины, те, которые делают сами маленькие трактора, плуги, тяпки и все остальное, все, что это касается. Поэтому я пользуюсь случаем хочу пригласить всех 12 августа на праздник огурца в город Шклов и все те люди, которые на что-то способны показать, проявить и продать можно свою продукцию и показать за эти себе лицом. Конечно же, мы зовем всех Шклов на праздник огурца. По Могилевских стенах теперь можно узгадывать любимые верши белорусских авторов. Арки и фасады будинка областного центра, благодаря цитатам створа, стали городскими арт-объектами. Верши народной мови у нашей рубрицы на уласные вочи. Редактор субтитров А.Семкин Про самые актуальные новини наши в області вы можете доведаться из нашего сайта адрес tvrmogilio.by А я за вами развитываюсь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова